Всем привет! Вы на канале Готовим для души. Сегодня очень захотелось роллов, но дома мало продуктов, поэтому решила сделать заодно видео рецепт самые экономичные роллы дома. Я уже отварила рис без предварительного замачивания, просто промыла его и сразу залила холодной водой. Здесь у меня полтора стакана риса и добавила я 2,5 стакана воды. Идеально сварился за 12 минут. Далее я использовала рисовый уксус, примерно 2 столовые ложки, также 2 чайные ложечки сахара и чуть больше половины чайной ложки соли. Все это поставила на плиту до растворения сахара и соли и залила затем рис. Это придаст ему клейкости. На самом деле ничего замысловатого здесь нет, количество ингредиентов я оставляю под видео. А также на моем канале есть уже полные видео рецепты роллов, где я подробно показываю, как отварить рис. В экономичный рецепт роллов входит крабовое мясо, ну а точнее крабовые палочки, огурец и плавленый сырок. А листочки нори я разрезала наполовину, бывает, что они продаются вот так вот по половинке, но можно просто приложить нож, хрустнуть по центру и будут вот такие половинки. Таким образом мы израсходуем минимальное количество водорослей нори и тем самым снова рецепт получится очень экономичным. Так, ну что, я приступаю к выделыванию роллов и смачиваю руки в воде. Обычная простая водичка холодная и набираю рис. На шершавую сторону половинки нори я накладываю рис, причем с краю отступаю около полутора-двух сантиметров, а с обратной стороны наоборот делаю больше риса примерно на такое же расстояние. Затем я просто вот так вот перевернула и сюда накладываю начинку. Здесь у нас будет мясо снежного краба, побольше огурчика, чтобы наверняка экономично получилось, а начинки было много. И еще плавленый сырок, вот таких вот три столбика. Вот эта часть водорослей без риса должна завернуться и попасть под рис. Поэтому я немножко приподнимаю вот эту вот часть, она уже стала влажной, хотя я не смачивала, просто рис размочил все. Немножко приподнимаю и за вот этот хвостик заворачиваю ролл таким образом, чтобы рис накрыл водоросли внутри. прокручиваю и хорошо все прижимаю. На этом этапе можно сформировать любую форму ролла. С использованием циновки это очень удобно. Я делаю вот такие вот квадратики, прямоугольные брусочки. Внутри все выглядит вот так, но еще нужно подровнять края. Снова заравниваю, закручиваю и даже вот так вот постукиваю по столу. Таким образом получается вот такой вот ровный срез. Можно хорошенько прижать рис, чтобы он наверняка не отклеился. Все то же самое проделаю с обратной стороны, но я срезала немного огурец, потому что он у меня торчал. Хорошо прижала рис, но вот собственно ролл и готов. Его можно уже нарезать в таком виде и кушать. Можно добавить панировку и поджарить его или же посыпать кунжутом, что я сейчас и сделаю, потому что это будет быстрее всего. Ну и так будет конечно вкусно. Кунжут я насыпаю на вот такую большую тарелку и здесь буду обваливать ролл. Рис очень клейкий, поэтому кунжут хорошо к нему пристает просто моментально. Далее на циновку только с другой стороны ставлю ролл с кунжутом и буду прижимать. Вот так вот прижимаю, чтобы кунжут наверняка не осыпался. Ну вот уже и все, наш ролл готов. Можно нарезать и подавать к столу. Вот так просто и вкусно можно приготовить роллы дома. Все на самом деле очень быстро, просто, а вкус вас не разочарует. Именно с такой начинкой очень часто готовлю роллы, улетают просто на ура. Так что рекомендую попробовать и вам. Желаю всем приятного аппетита и до скорых встреч на канале Готовим для души.